Дорогие друзья мои, подписчики, здравствуйте! Сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться своим опытом, как из мультифлоры зимой получить до нескольких сот черенков. И вот сейчас давайте-ка посмотрим внимательно, исследуем мою мультифлору. Смотрите, вот она у меня была на улице. Цвела поздно, и я решила ее забрать домой. Дома она у меня цвела еще где-то два месяца, и вот сейчас конец декабря, вы видите, что уже все цветочки отсвели, и пора бы ее уже срезать. Почему? Потому что, видите, верхние листики еще зеленые, но внутри, вот видите, уже начали сохнуть. Но не тут-то было. Давайте-ка исследуем сейчас более подробно нашу мультифлору и посмотрим, что же у нее такого хорошего есть. Давайте веточку каждую посмотрим. Смотрите, вот на этой веточке, вот видите, на этой веточке появились уже молодые побеги. Вот они, молоденькие-молоденькие. Само то, черенковать. Видите, вот и вся веточка от начала и до конца, она вот так вот усеяна этими черенками. Кроме этого давайте опустимся вниз. Видите, конечно, надо обрезать. Смотрите, какие из земли пошли уже черенки. Что же я буду делать? Ну, вначале давайте-ка я скажу первое, что я сделаю. Вот эти вот череночки, которые молоденькие, я их отсюда вот так поудаляю. Так, сколько можно, столько я поудаляю. Вот посмотрите, вот такие черенки. Так, они не одеревеневшие, как раз подходят для черенкования. Я вот так вот сюда буду их складывать. Так, значит, если где-то череночки такие немножечко поменьше, то я их трогать не буду. Я им дам возможность немножечко подрасти. То есть весь кустик я вот так вот аккуратненько обойду. И насобираю столько череночков, сколько мне надо. Потому что если заглянуть внутрь, то там внутри тоже, вот видите, вот нет-нет, да, и появляются вот эти побеги. Но что же делать вот с этим побегом? Видите, они немножечко хлорозят, потому что им не хватает света. Конечно, надо было обрезать вот эти ветки. И я, конечно, точно так и поступлю. Так, начеренкую столько, сколько мне надо, вот этих молоденьких побегов. Вот. А остальное все, конечно же, уберу. Дам свет вот этим черенкам. И их тоже я укорочу. Вот эти, которые, смотрите, подлиннее, да. Вот, смотрите, они уже даже боковые пустили. Вы же знаете, что мультифлора, она такая красавица, которая любит вот сразу тут же, тут же вот куститься, да. Вот, поэтому вот эти черенки я тоже точно так же пообрезаю. И ничего страшного, потому что пойдут новые. То есть, если вот таким образом у вас получилось, что вы мультифлору не занесли в подвал, а оставили у себя, как у меня получилось, именно с этим кустом, то сейчас там и пора работать. Ну, естественно, эти вот череночки будут набирать силу, расти. И я их отправлю в подсветку. О том, как я буду это делать, я в одном из своих видео покажу вам. И, вы знаете, тем самым я хочу добиться раннего цветения мультифлоры, чтобы где-то в конце июля моя мультифлора зацвела. Ну, конечно же, при определенных условиях, да. Но я это обязательно сделаю. Вот. Вот видите, что можно сделать иногда с тем, что получается чисто-чисто так случайно, да. Вот, дорогие друзья, пишите в комментариях, как вы поступаете с такой мультифлорой, которая у вас остается дома. И вот пошли уже вот такие корневые, боковые, простите, побеги. Ну, конечно, я еще, знаете, что могу сделать этой своей хризантельки? Я ее могу вот так вот еще и посрезать. Те веточки, которые вот такие вот уже все, видите, старенькие, я их буду срезать. И тем самым дам свет тем, вот, своим костикам, да, которые там внутри пробуждаются. Вот. Надеюсь, я вам подсказала очень даже хорошо, как поступать с мультифлоркой. Вот эти вот листья, которые сухие, тоже можете их обобрать, да, чтобы не было мусора и таранцев, и чтобы был свет. Таким образом, друзья, надеюсь, это видео было полезным для вас. Спасибо за просмотр. Здоровья крепкого. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok